Уважаемые любители рук музыки, ну в продолжение моего рассказа о воинственности турок, которые и захватчики были, но они же обладали чувством собственного достоинства и воевали за свою независимость. Видите, это знаменитый Мустафа Кемаль или Ататюрк. Видите, вдохновляет их на борьбу с греками. Освободительная война 1821 года, 22. Ну и герба у них нет, у них флаг. Заменяют и герб, и флаг. Вот это чисто турецкий герба флаг. Вот так вот. Ну и, видите, эпическая картина битвы за освобождение и установление первой турецкой республики. Светской, кстати. А сейчас идет у них тут противостояние, потому что Эрдоган встал на сторону исламистов. А Ататюрк, отец турков, то есть, он пропагандировал и установил светское государство в Турции. И сейчас здесь противостояние тех людей, которые за светское государство, которые хотят жить открыто, свободно. И исламистов. 50 на 50 идет. Это подпись Кемаля. Если на машине сзади подпись Кемаля Ататюрка, значит, это сторонники светского государства. Пойдемте, нас зовут. Уважаемые любители рок-музыки. Ну, вроде бы небольшой выбор, но мне понравилось. Все буду пробовать. Это закуски. А потом принесут второе блюдо. Мы заказали форель. Но это мне уже нравится. Садитесь ли вам. Уважаемые любители рок-музыки. Ну и форелька, гляньте. Такой аппетит вызывает. Напрашивается тост, уважаемые любители рок-музыки. Я нарушаю сейчас диету, но мне разрешил мой продюсер и режиссер. Я пью сладкую фанту. Холодная. Прям хочется фанты. И поэтому я хочу выпиться за то, чтобы мы никогда себе не отказывали в своих желаниях. Но чтобы эти желания у нас были достойными. И вели нас к процветанию и победе. Как профессор, как доктор наук, я обязательно выношу оценку. Всему, что только вижу. Ну, такой только я человек. Поэтому буду выносить оценку вот этому ресторану. Макарончики. В каком-то соусе сметанном. Прикольно, вкусно. Мне нравится. Свежо. Хорошо. А ну, что вот это за крупа? Ну, типа пшеной крупы. Но мне нравится, опять-таки. Очень хорошо приготовлено. Перемешано с какими-то зеленью. И сварено в каком-то видах с соусом, с добавлением каким-то. Вкусно, реально вкусно. Хорошо. Уважаемый, любите руку в музыке. Хорошо. Пробую маринаду. Маринованная. С суп-сусом. Вы же знаете, что я люблю соленое. Я жуткий человек. Мы любим солености. В бочке. Капуста, помидоры, огурцы. Но тоже неплохо. Особенно с вот этим вот пшеном. Очень неплохо. Помидоры, огурцы комментировать не буду. Потому что они у них в основном тепличные. Поэтому они не сладкие. Помидоры. Приступаю к испытанию речной форели. Ну, сначала проверяем, форель ли это. Если она розовая внутри, то есть форель. Форель. Не обманули. Сейчас попробуем. Очень хорошо приготовлено. Правильно, грамотно. То есть, шкурка хрустящая. Это очень приятно. Такое есть. Обожаемые любители рок-музыки. Мы вчера были на рыбном рынке. Вот этом ресторане. У меня там ничего прочее. Мне понравилось, кроме кофе турецкого. Вот кофе был приготовлен идеально. Вот так вот. Класс. Хотя я не любитель турецкого кофе. Он крепкий. Я обычно лакто с молоком пью. Но турецкий кофе был сделан вот так вот. На пять баллов. Все остальное. Ну, никакое. А здесь все вкусно. И пшено, которое я ел. И солености. Хоть они и в уксусе. Для такого не любителя. Меня удивили помидоры. Здесь обычно подкип личные помидоры. Они не сладкие. Эти сладковатые пахнут хорошо. По словам. Форель приготовлена отлично, но слегка недосолена. Приходится подцеливать. Но я вам хочу сказать, для прибрежного ресторанчика, проходного, который готовит для туристов на проходнике, это очень неплохо. Твердая четверка. Потому что таким проходным ресторанам больше ставить нельзя. Как гостиница. Есть трех звезд на четырех. Беги заедешь. Вот она максимально свои звезды выдерживает. Четыре балла. Но я обращаю ваше внимание, что у них везде турецкие флаги. Еще одна особенность этих мест – множество термальных источников, известных с античных времен. Купание в термальной воде и грязевые обертывания, как считается, помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и дерматологических проблемах. Во времена Римской империи здесь была построена первая грязелечебница. По легенде, в целебных источниках Султания принимала ванны сама Афродита. Эти воды очень полезны при ревматизме, артрите, болезнях опорно-двигательного аппарата, кожных и генекологических заболеваниях. А еще термальные воды и грязи Султания содержат определенное количество серы, которое оказывает омолаживающий эффект на кожу. Так что женщины, посещающие Султания, накладывают на лицо грязевые маски. Уважаемый любитель рок-музыки, нравится мне эта экскурсия. Всего, чтобы было, что мы куда нас возили, это самое лучшее, самое интересное. И на Эгейское море возили, и черепах показывали, и синих крабиков ловили голубых. И еще привезли грязевую лечебницу. Видите, наши экскурсанты залезли в Даймарца. Там говорят, лечатся все подряд. В первой ванне лечится твердый шангар, в третьей ванне сифильс. В этой ванне все суставные болезни. Поэтому все поперлись сюда. Ну, это я шучу, конечно, но мне хватило мертвого моря. Когда мы приехали в Израиль и полезли на это мертвое море. Это такая мерзость, это противно даже смотреть. Поэтому я наотрез отказался туда залазить. Хотя наш продюсер и режиссер пытался меня заставить залезть в эту грязь. Нет, ребята, этот номер не пройдет. Я буду чистым, как стекло. И пойду вот туда к рыбкам. Пойдемте вместе? А ну. Где самые лучшие рыбки? Вот тут? Сниматься, весело. Опускай, гнев. Опускай. Опускай, опускай. Ого, гневанок, у вас кайфоволденный. Уважаемые любители рок-музыки. Вот в грязюк у меня не засунешь. Не люблю я грязь. Я грязь не люблю ни в музыке, ни в поэзии. Ну, не люблю. И поэтому я в эту грязь не полезу. А вот это вот. Эффект такого, знаете, как будто мелкими-мелкими пузырьками в джакузи. Ну, класс. А они же, вы же понимаете, они откусывают отмершую кожу. А если вы знаете, что кожа у человека отмирает беспрерывно. Поэтому ее рекомендуют в бане, в хамаме счищать. А это делают за нас рыбки. Видите, работают, работают. Класс. Очень приятно. Как будто пузырьки мелкие. Прикольно. Но не хватает только чего. Вот наложницы, чтобы стояли, и опахалами на тебя. А ты как шах. Вот так вот держишь. Они же не знают, что я рок-султан. Они тут еще не узнали. Они бы это, конечно, организовали. Я думаю, я уверен в этом. Они бы организовали. Или, как вы думаете, организовали бы? Продюсер говорит, да, организовали бы. Но поздно им сообщили, что подъезжает волочек. Ну, и я хочу обратить ваше внимание на то. Вот они везде, вот везде, на всех лодках, на всех зданиях у них висит этот флаг. Турецкий флаг. И причем они его вешают в добровольник. Их никто не заставляет. Это идет у них от души. Они реально очень большие патриоты своей страны. В Америке это все какое-то заученное. Вешают эти везде флаги уже где только можно. Но от этого ханжеством веет. Искусственно как-то это выглядит все. На пускной. Здесь это реально изнутри идет. Я вам расскажу. Мы сидели недавно в своем отеле. Концерт был вечерний. И приехали выступать турки, рок-группа турецкая. И они перед концертом начали петь гимн. А так как там половина русских, половина турок, так вот турки все встали и пели вместе. Их никто же не заставлял. У них это идет от души. У нас интеллигенция ищет какую же идеологию придумать России. Потому что была коммунистическая идеология, она провалилась. Надо сейчас найти новую идеологию, придумать ее. Ничего не надо придумывать. Самая главная идеология для человека. Любой страны. Это патриотизм, любовь к своей родине. Вне зависимости от того, хорошая она, плохая, любовь к ней. А любовь этой проявляется в том, чтобы изменять ее в лучшую сторону. Вот они патриоты. У них нет герба, у них есть флаг. Это у них и герб, и флаг. Вот это он. Уважаемые любители рок-музыки. Вот я сказал, что они не знали, что приехала рок-звезда. Но благая весна, она летит быстрее ветра. И вот они наконец-то узнали, что приехал Волощук издая. Он подходит и говорит, Волощук издая, извините, мы не знали, что вы приехали. Теперь уже нам сообщили. И поэтому мы вам разрешаем не в одну посудину высунуть ноги, а в разные. Вот такую вот оказали мне честь. Теперь рыбы работают в Италии там. Такая вот честь была мне оказана местным населением. И уважаемые любители рок-музыки. Ну я вот просто рекомендую всем вот эту вот экскурсию в город Далянь. И вот эту вот процедуру. Обалденная процедура. Повторюсь, ощущение как будто мелкими пузырьками облегает твои ноги. Очень приятно, прям приятно. Такая легкая щекотка. Класс. Ну и конечно же, какая же турецкая экскурсия без посещения винного погреба и магазинов сладостей, кожи, текстиля. Поэтому после всех грязи, лечебно-пляжных мероприятий нас, конечно же, повезли в эти магазины. Уважаемые любители рок-музыки. За последнюю неделю мы второй раз посещаем винный погреб. Это при том, что волосюка всегда не пьет. Пойдемте. Розовый ягодин. Буду угощать четыре вида вина. Крутово, ягодные вина. Также имеется виноградный вина. Миндальное, кофейное, шоколадное, ледяное вино. А из вами и замерзших виноградов. Уважаемые любители рок-музыки. Такое впечатление сложилось, что в этом винном погребе самый достойный товар. Это вот этот. Я его, наверное, заберу. Что скажете? Знал, что понравится. Я его покупаю. Вот эту шляпу обалденная. Обалденная. Лысого оставляю здесь. Стой тут. И сторожи вот эти шмутки. А по шляпу я забираю. Пошли. Ну, как вам? Ну, прям удача. Удача, что заехали сюда. А ну. Скажи мне, я стал похож на человека или нет? Он говорит, что я стал похож на человека. Наконец-то. Дай, пожму руку. Рок-н-ролл фан-релла. Можно меня осмотреть, пожалуйста? Ну, не зря заехали. Такую вещь приобрести. Что-то. Где касса? Иду покупать. Так что, так. Смотришь туда и хочется там жить. Потому что людям всегда кажется, что лучше всего там, где нас нет. Ну, на самом деле, лучше всего у нас, в России. Ты заграничек, да? Хуже. Я хуже того. Я рокер. Люди добрые, спасибо вам за хорошую компанию. Нам было очень приятно с вами ловить голубых крабов и мазаться грязью. Прощайте, мы пошли бороться с турецким ультра-олл-инклюзивом. Не поминайте лихо. Рок-н-ролл фан-релла. Наши люди в голоде. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Валащук. Расскажет рокер Валащук.